Люди, всем привет из Сочи. Мой традиционный жест именно левой рукой, потому что я левша наполовину, а вы знаете, что среди талантливых людей и гениальных много левшей, но я левша только наполовину. Я в бильярд играю левой рукой, я в хоккей играю левой рукой и очень хорошо играл в хоккей. Ну и вот этот жест приветствия тоже. Знаете, как левша от правша отличить? Очень просто. Вот так вот руки в замок берет человек, и вот видите, большой палец левой руки сверху, значит человек левша. Но я не левша, я только наполовину. Ладно, что-то не в этом. Значит, смотрите, сегодня только что закончились два матча Валенсия-Челси и Зенит-Леон. И мы в очередной раз триумфально угадали исходы обоих матчей. Я тщательно разобрал эти матчи в прямом эфире, без шпаргалки, и вам четко обосновал, что Валенсия-Челси обе забьют. И сказал даже точный счет 1-1. Они сыграли 2-2. Ну пусть кто-то кинет в меня камень и скажет, что я был неправ. Ну, ребят, 1-1, 2-2, что? Ну кто еще угадал ничего в этом матче? Ну кто? Я сказал, обе забьют. И назвал множество разных ставок, разновидностей, которые можно было взять. Что Челси забьет, не проиграет. Что Челси не проиграет и общий тотал матча больше полтора и так далее. Все это зашло. Даже при счете 2-2. Да, Валенсия не забила пенальти. Но, тем не менее, наш прогноз зашел, зашел. Я обосновал, обосновал. Я же не с потолка беру. Аналитика, ребят. Аналитика и систематика. Дальше. Зенит-Леон. Было сказано, что будет меньше трех голов. В Валенсии Челси, кстати, меньше трех не прошло. Но я и не ставил. Я просто поставил на более очевидный. Двойной шанс начался за 1.45. Значит, Зенит-Леон. Было четко сказано, что тотал меньше три. И подозревалось, что без забьют. И я сказал, вот отмотайте. На 16-й минуте 45-й секунде, по-моему, я говорил про Валенсию. И про Зенит говорил на 20-й. Сейчас скажу, на 24-й минуте в комментариях. Что не берите, обе забьют. 24-й минута 45-й секунда. Четко говорю, не берите, обе забьют. А возьмите. В матче будет два или три гола. Даже повторю. Не берите, повторю. Возьмите просто два или три гола. Два гола. Зенит забил. Все. Обе забьют. Не прошло. Почему? Ну, потому что это Зенит. Все. И вчерашний прогноз ночной четко у меня зашел. Это Монреаль Бостон. Я сказал, Бостон победит. Коффициент двойка. И Бостон накидает, я так сказал, 6 или 7 голов. Не исключаю, что накидает. Ну, 8-1. То есть, в принципе, нормальный заход у нас. Теперь давайте разберем несколько матчей завтрашней Лиги Европы. Прошу прощения за... Что-то не хватает кислорода. Вот зима начинается и... И зима начинается. И, значит, не хватает кислорода. Но погода замечательная в Сочи. Плюс 14. Такой дождик накрапывает небольшой. В Манчестер они сыграют полкоманды. Я напомню, что в этом матче этих команд 1-0 выиграл Манчестер. Когда они встречались в Манчестере. Просто 1-0 и все. По таблице смотрим, что кому нужно. Это предпоследний тур. У Манчестера 10 очков. Манчестер должен побеждать в этой игре. Потому что у Алкмара 8 очков. Алкмар будет играть с Партизаном. У Партизана 4 очка. У Партизана остаются теоретические шансы зацепиться за второе место. Но Партизан как бы себе уже практически гарантировал третье место. Но Астана тоже сохраняет теоретические шансы на третье место. На третье место, если она обыграет Манчестер Юнайт. Она его не обыграет. И в последнем матче Партизан должен у себя дома обыгрывать, видимо, Астану, что ли. Наверное, с Астаной они будут играть. Наверное, вот так вот. Ну, реально или нет? То, что Партизан выиграет у Алкмара, это нереально. Алкмар сильная забивная команда. 13 забита, 2 пропущены. Не будем углубляться в дебри. Нам нужно выбрать ставку на матч Астана-Манчестер Юнайтед. А вы знаете, что на Манчестер Юнайтеду дают просто сумасшедший коэффициент 2.50? Я серьезно говорю, на победу Манчестер Юнайтеду 2.30-2.40. Это что такое? Поэтому здесь просто... Обе забиты я не рассматриваю 1.67. Здесь просто фора 0 на Манчестер Юнайтед и все. Они, конечно, выиграют, потому что... Ну, не приедет у них полкоманды. Ну, извините, что такое Астана? Астана – это уровень казахской премьер-лиги. Я даже не хочу углубляться в этом. Ну, так чисто для изуважения казахам я, конечно, покопаюсь немножко, да. Манчестер идет, смотрите, как по трассе. В двух последних играх нет побед. Очень много сил отдали 24-го числа с Шеффилдом 3-3. Ну, понятно, что они уставшие. Плюс они прилетают в Астану. Значит, это длинный перелет. Это 6 часов разницы. 5 или 6 часов разницы. Часовой пояс. То есть они начинают играть в 18.50. В Англии в это время будет час или два дня. Это нормально. То есть они начинают 2 часа, там первый матч. Нормально. Это нормально. Но то, что будет холодно, холодно в Астане будет, да. Мягко говоря, прохладно будет. Может быть, минус 20, я не знаю, сколько там будет. И искусственный газон, да. Вот эти параметры нужно не исключать. Но дело в том, что у Астана ведь тоже, и тоже будет холодно. И у них тоже какие-то негры бегают. Понимаете? И они тоже все замерзают. И у них тоже также искусственный газон. Они также переходят с искусственного на естественное. Там связки летят, еще что-то летит, да. Смотрим, как... Значит, Манчестер в последних пяти играх на выезде забил 9 голов. То есть в среднем 2 гола отгружает. Поэтому здесь тотал Манчестера больше полтора. Манчестер победит. И индивидуальный тотал Манчестера больше полтора. Все. Дальше, как ваши фантазии, работают. Следующий матч. Краснодар-Базель. 18.50. Также начинается. Играют в Краснодаре. В Краснодаре будет тепло. По таблице я могу сразу сказать, что Базелю практически ничего не нужно. Ну, у него 10 очков. У Хитафи 6. Отрыв 4 очка. То есть Хитафи, если... Извините, вот начиная говорить, но не хватает. Прошу прощения. Что-то не хватает. Потому что все время говоришь, говоришь, дыхания не хватает. Вот. Хитафи играет с Трабзон Спором. На чужом поле. Хитафи может, конечно, выиграть у Трабзон Спора. Краснодар же выиграл. Выиграл. Хитафи не слабее Краснодара. Поэтому... Ну, у Хитафи такая разница. 4-4 забитых пропущенных. У Краснодара 6-8. Конечно, у Хитафи лучше. Итак, значит, завтра Краснодар выигрывает у Базеля. И Базель последнюю игру будет играть дома. Я так подозреваю с Трабзон Спором. Потому что Трабзон Спор играет дома. Значит, следующий будет играть в гостях. Таким образом, Базель спокойно проигрывает завтра Краснодару. Базель проигрывает Краснодару. И последнюю игру выигрывает у себя на поле у Трабзон Спора. Набирает 13 очков. У Краснодара будет 9 очков. И Краснодар в последнюю игру будет играть на выезде. А с кем он будет играть на выезде? Вот это что-то мы запутали с вами. Давайте посмотрим. Это же надо дома довести это дело. Ну, с Хитафи, да, получается. Получается же с Хитафи. Хитафи же в гостях, да? Ну да, все правильно с Хитафи. Что я испугался? Конечно, с Хитафи. На выезде с Хитафи. И вот там у них будет борьба за вот эти вот... За второе место. За второе место будет борьба с Хитафи. А сейчас у них равенство. Значит, они должны очки брать и Краснодар, и Базель. Значит, здесь просто победа Краснодара за 1.85, 1.90 разные конторы дают. Я, честно говоря, не очень верю в победу Краснодара. Потому что Базель – это швейцарская команда, такая довольно-таки сильная, которая там с ПСВ 3-2 сыграла, еще там с кем-то. Но они в этом году не очень сильные. Они вот в Лиге Чемпионов, я помню, там нормально пошумели, там прошлись, там, вот. И они, ну, возьмут из принципа и упрутся и не дадут Краснодару. Вот. Ну, просто захотят поиграть в футбол, например, да, и забьют им парочку там. Вот. Поэтому здесь... Ну, фора 0 на Краснодар – это примерно будет 1.50, 1.40. Более безопасная ставка. Здесь, скорее всего, обе команды забьют. Ну, обе команды забьют – это, значит, два гола. Если два гола и Краснодар не проиграют, значит, ставка такая. Краснодар не проиграет, и общий тотал матч – полтора больше. 1-1 и разбежались. Нормально. Потом еще у Краснодара что проходит? Гол во втором тайме. Всегда гол во втором тайме проходит, исключая последнюю игру. Играли с кем-то там? С Арсеналом. Поставили пенальти во втором тайме. Игнатьев не забил. С этим матчем покончено. Разбираем следующий матч. Я сразу скажу, что все матчи мы не разберем. Трабзон, Хитафи я не хочу разбирать. Мне кажется, здесь… Ну, я просто скажу, какие коэффициенты. Мне кажется, Хитафи здесь преимущество. Хитафи должен забирать здесь три очка. По коэффициентам на Хитафи дают 1.60. Но я думаю, комментарии излишни. Сильная команда, очень грубая. Очень играет в грубый такой футбол. Но в Европе испанские команды фалят не так. Как во внутреннем чемпионате. Но здесь, скорее всего, можно заиграть победу Хитафи по фалам. Я так думаю, они могут начать фалить с самого начала. И как следствие, они победят. То есть, когда команда хочет выиграть, и команда выше класса, и она начинает фалить. Это значит, что она выиграет. Вот как в Челси сегодня. Начали фалить. Вели 1-0. Вели 2-1. Ну, и выиграть не получилось. Но по фалам победили 21-10. Хитафи разобрали. Вот теперь Алкмар-Партизан. В общем, будем разбирать все матчи, пока у меня не кончится память в телефоне. Алкмар-Партизан. Я помню, Алкмар, ну, такая результативная команда. Много забивающая, веселая такая команда. В чемпионате Голландии, по-моему, на втором месте они идут. ПСВ там вообще обосрался. Значит, по таблице. Манчестер-Люнайтед 10 очков в первом месте. Алкмар 8 очков. Причем у Алкмара забито 13. Ох, кислород, кислород. Пропущено 2. У Манчестера-Люнайтед ни одного гола не пропущено. 5 забитым. В минимальном, в минималистическом таком стиле. Они, значит, Манчестер... Ну, вот он и у Астаны завтра выиграет. 3-0, 2-0. Вот что-то такое, понимаете. И потом будет мячик катать, просто перекатывать. Конечно, я думаю, что Астана там победит по фолам, по желтым карточкам, как обычно. Увлеклись. Алкмар 8 очков, партизан 4 очка. И вот они встречаются между собой. До этого команды встречались 3 раза. В этом розыгрыше они сыграли 2-2 в ничью в Югославии. Партизан это Белград, по-моему, да? В 15-м году они также дважды встречались. И оба раза проходила такая ставка, как обе забьют. 1-2 партизан выиграл в Голландии. И 3-2 партизан выиграл в Югославии. Но это было в 15-м году. Здесь напрашивается ставка, обе забьют. Давайте посмотрим, сколько дают на это знаменательное событие на обе забьют. Обе забьют дают 1-60, 1-65. Так, я сегодня даю уже, наверное, разбираем пятый или шестой матч. Уже так и целый день ходил по делам. Голова просто уже почти не соображает. Значит, Алкмар идет без поражений в последних пяти матчах. Открываем больше. Шесть матчей без поражений. То есть одни вообще победы. Последнее поражение 19 октября от Херенвена 4-2. Было две ничьих. Потом вот с Манчестером ничья у них была в Лиге Европы 0-0. С Вильевым 2-1-1. То есть такой провал. И потом все нормально у них. Вот как у Липцига я говорил недавно. То есть сейчас они идут по накатанной. То есть они нам набрали оптимальную форму. Они должны завтра дома этот партизан, конечно, обыгрывать. Они играют дома. И здесь вариантов нет. Здесь победа Алкмара. И можно заиграть общий тотал матча. Полтора больше. И Алкмар победа. Но более безопасная ставка. Алкмар не проиграет. И общий тотал матч полтора больше. Более такая усиленная ставка. Это минус фору минус один на Алкмар. Кстати, на Манчестер Юнайтед то же самое. Фора минус один на Манчестер Юнайтед. Все время забываю это слово. Фора минус один. То есть то, что они выиграют в два мяча, это спокойно. Выиграют в один, у вас будет откат. Значит, Алкмар и партизан определились. Скорее всего обе забьют. Но я не рекомендую. Мне не нравится ставка обе забьют. Минус один на Алкмар. И тотал Алкмара больше двух. Счет 2-1 я не исключаю здесь. Следующий. Александрий Вольсбург. Веселая игра предстоит. Упорная. Здесь я вижу, обе забьют. Двойной шанс на Александрию. Уже неоднократно я давал прогноз на Александрию. Такая упертая команда. Украинские команды все неплохие. Все крепкие. Все атлетичные. Все выносливые. Бьются до конца. В конце забивают. Если пропустили, бегут, забивают. Сегодня играла юношеская лига чемпионов. По-моему, Олимпиакос Динамакиев. В первой игре Динамакиев выиграла 3-0. И это ответная встреча. 2-0 они проигрывали. И я делаю ставку, что больше голов не будет. Но я знаю, как Динамакиев обороняется. Голы они не пропускают. И что вы думаете? В 85-й минуте угреться удаление. Ну, угреться удаление. Динамакиев ничего не надо. Их 2-0 устраивает. Они забивают 2 гола. Я уже не могу против себя поставить. Фонбет все убрал. Просто убрал. Я мог спокойно продать свою ставку. Фонбет это убирает все дело. Через 5 минут удаление. Греки удаляются. Динамакиев забивает 2 гола на 90-х каких-то минутах. Украинцы это люди, которые будут из последних сил бороться. Они никогда не сдадутся. Они будут бежать на 90-е минуты. Понимаете? Вот из этих языков. Вот Александрия на последнем месте. 3 очка. Но у Синтеттиена тоже 3 очка. Есть за что бороться. Александрия играет дома. Вот Александрия завтра выиграет. У Вольсбурга 5 очков. И она обгонит этот несчастный Вольсбург. Почему бы нет? Возьмет его и обыграет. Я бы заиграл здесь двойной шанс на Александрию, например. И по голам тоже 7-7 у Вольсбурга, 6-7 у Синтеттиена, 5-7 у Александрии. Ровная группа. Очень ровная. Гент 8 очков. 2 ничьих, 2 победы. 0 поражений. Синтеттиена и Александрия нет побед, но по 3 ничьих. То есть упорная такая борьба, да? И Александрия Вольсбург здесь, конечно, обе забьют. Я так думаю, обе забьют. Но надо смотреть, как они сыграли последний матч. Если Вольсбург последнюю игру выиграл 8-0, то он вряд ли забьет. Вот Вольсбург выиграл у Айнтрахта 0-2 на чужом поле. И это говорит о том, что у Вольсбурга здесь меньше преимущества. Александрия выиграла дома 1-0. Пока я вижу преимущество здесь, Александрия, небольшое. На Александрию дают 5-10. 5-10 ребята дают. Это просто какой-то сумасшедший. На обе забьют. Дают. 1-88. Ну и смотрим, как Александрия в последние игры идет без поражений. Синтеттиеном 2-2. Последние поражения от Динамо Киев. 20 октября 1-0. Скором 1-0. Синтеттиеном 1-1. Ничья. Поражение от Днепра. Ну это товарищеский был. То есть Александрия очень так неплохо идет по трассе. То есть у них как бы все нормально. Если глубже копнуть, вот когда они проигрывали. Они проиграли Вольфсбургу 3-1. Вот поэтому давайте так. Здесь я так думаю вот на вскидочку. Обе забьют. И Александрия не проиграет. Здесь можно вот изобретать ставки, исходя из того, что нет большого преимущества Вольфсбурга здесь. Можно заиграть такую ставку, учитывая огромный коэффициент. Это фора плюс 1 на Александрию. То есть Александрий даже если проиграет, не больше одного мяча. Я думаю с учетом вот этого огромного коэффициента, который составляет 5 сейчас на победу Александрии. Можно куда-то в экспресс поставить за 1.40, наверное, будет или 1.50. Это фора плюс 1, плюс 1.5 на Александрию. Я думаю, что нормально разобрал я этот матч. Еще не факт, что Вольфсбургу вообще в принципе нужна эта Лига Европы. Нафиг она ему нужна? Вот серьезно. Обременение себе вот это вот. Они займут сейчас второе место и будут еще потом в феврале там бегать. Вы знаете, что в Германии в январе у них перерыв в чемпионате, они не играют. А эти сейчас будут форсировать подготовку. Ну, они в феврале, правда, начинают уже, в конце там, января. Вот. Ну и пожалуй, 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 пожалуй. Какой-нибудь еще вот. Цискалью Лудогорица я не хочу брать. Вот. Арсенал Айнтрахт. Хорошая вывеска. Вот. Но. 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 Ну, давайте покопаемся. Сколько? 19 минут? Обычно я, наверное, это 30-35. Рассказываю. Так. Арсенал Айнтрахт. Это серьезная вывеска. И, наверное, это будет заголовок моего ролика. И тут надо покопаться. Здесь надо очень серьезно подойти к этому противостоянию. Дело в том, что это принципиальное противостояние. Англичане с немцами. Это враги. Они всегда воевали. Друг против друга. Вот. В нескольких мировых войнах они были соперниками, противниками. Я знаю, что такое мировая война. В Англии очень много посвящено именно теме ветеранов, теме вот этой войны. Там очень много фильмов снято про Вторую мировую войну, как англичане в Африке воевали против 2-й танковой дивизии генерала Роммеля. Который потом участвовал в заговоре против Гитлера и, по-моему, был репрессирован. То ли его повесили, то ли его расстреляли. Короче, англичане их ловили. И когда они в футбол играют, это видно хорошо. Вот такая подоплека у них политическая существует. Итак, Арсенал имеет 10 очков, идет на первом месте. Антракт имеет 6 очков и идет, ну, делит второе-третье место со Стандартом. Дело в том, что Стандарт играет завтра с Геморрайншем и вполне может проиграть. И это будет на руку Антракту. И Антракт это прекрасно понимает. Геморрайнш вполне по силам обыграть Стандарт. Дело в том, что в последнем туре Геморрайнш с Арсеналом сыграл мячу 1-1. И я давал прогноз на этот матч и сказал, что там обе забьют и Геморрайнш не проиграет. Ну, Павел, что-то типа этого я говорил, да. Итак, завтра, например, Геморрайнш выиграет у Стандарта. У Стандарта остается 6 очков, у Антракта тоже 6 очков, если он проиграет Арсеналом. И в последнем матче Антракт, если я не ошибаюсь, будет дома принимать Стандарт. Нет, не Стандарт. Он будет принимать Геморрайнш, потому что Геморрайнш играет дома и спокойно Геморрайнш обыграет. А Стандарт будет дома принимать, соответственно, Арсенал. И здесь, конечно, Арсенал выиграет. Итак, завтра Антракт должен навязать борьбу Арсеналу. Но вот это, на самом деле, трудная пара, потому что в первой игре 0-3 выиграл Арсенал в Германии. Коэффициенты на победу Арсенала двоечка, так серьезно, и 3.70 на Антракт. По трассе они идут следующим образом, что Арсенал не знает побед в пяти последних матчах. В шести последних матчах Арсенал не знает побед. Вот я думаю, как раз-таки завтра он и должен здесь побеждать. Здесь очень хорошая ставка – это фора 0 на Арсенал. Учитывая высокий коэффициент на победу, двойка, я думаю, что фора 0 будет где-то 1.60. Ребята, вот так вот берите, даже не думая. Может ли Антракт выиграть у Арсенала? Нет, не думаю, что он может выиграть. Конечно, они будут мстить за поражение у себя дома. Но чтобы Арсенал у себя дома провел Антракту, уровень команд немножко другой. Хотя в прошлом году обе команды в апреле были в полуфиналах Лиги Европы. Арсенал был в Лиге Европы, Челси был в Лиге Европы и Антракт. И Антракт играл с Челси. И Челси чуть не прошел по пенальти. Серьезный соперник, причем в Англии они долбились очень долго. Там какой-то счет был сумасшедший. Типа там, не знаю сколько, 2-2 что ли. Поэтому давайте посмотрим, как они играют дома. Они всего лишь 0-3, 19 сентября. Антракт в последних матчах не играет в ничью. Три поражения, две победы. В десяти матчах 5 поражений, 5 побед. Вот так идет Антракт, без ничьих. Играет без ничьих. А Арсенал наоборот любит в ничью. Из шести последних матчей, матчей 4 закончились в ничью. Здесь напрашивается ничья на самом деле. Ничья, которая устроит всех. Вот вполне серьезно. Ничья такая. Ставить на ничью опасно, высокий коэффициент. Это двойной шанс, фура 0 на Интрахт. Просто если возьмем фуру 0 на Арсенал, ой, двойной шанс на Арсенал, не на Интрахт. Если возьмем фуру 0, я не сыграть ничью, тогда будет обидно. Вот поэтому, так как высокая вероятность ничьей здесь, то лучше заиграть двойной шанс на Арсенал. И, ну конечно, напрашиваться обе забьют. Но хрен их знает. Вот понимаете, вот иногда футболисты выходят с таким настроем на поле, что уже все понятно. Вот первые 15 минут, и там уже все ясно. Как вратарь выбивает мячик, как еще там что-то происходит. Так, включить энергосбережение режима, включаю. Вот. И... Сейчас скажу, вот как часто обе забьют у них проходят. Так, у Интрахта раз, два, так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. Ну вот в семи из десяти последних у Интрахта проходят обе забьют. У Арсенала... В шести из семи проходят обе забьют. Значит, здесь так. Обе забьют, и Арсенал не проиграет. Я считаю нормальный, очень хороший. Очень хороший. И коэффициент там будет, потому что на обе забьют... Сейчас вам скажу сколько. 1,50. И плюс Арсенал не проиграет, это 1,50. Где-то коэффициент будет у вас больше двойки. 2,20 где-то вот так вот. Шикарный просто. Просто бомба. Вот. И еще знаете, какой матч хотел разобрать? Блин. Все это перелеснулось у меня. Мне очень нравится матч... Так вот, я хотел Динамо Киев. Я очень люблю Динамо Киев. Рассматривать, где ты Динамо Киев. Вот оно. Я знаю, что меня Украина. Передаю привет Украине. И Украина меня смотрит, подписывается на меня. У меня в группе есть несколько человек с Украиной. Я очень люблю Украину, украинский народ. Вот. И я наполовину украинец. И фамилия у меня украинская. И я очень этим горжусь. Очень горжусь этим. Итак, смотрим. Мальмю, Динамо Киев. Значит, у Динамо Киев не сыграет Бурда и Попов. У Мальмю Брорсон, Кристиансен и Левицкий. Причем Брорсон и Левицкий это шведы, а Кристиансен это датчанин. По таблице. Динамо Киев 6 очков, Копенгаген 6 очков, у Мальмю 5 очков, у Лугана 2 очка. Здесь на скидочку такая четкая, универсальная ставка на Динамо Киев не проиграет. Это первое. Может быть и 0-0. Тотал, скорее всего, меньше. Вот. Смотрим, как по трассе они идут. Они встречались несколько раз. Динамо Киев играл 1-0. 19 сентября. И 0-0 они сыграли в товарищеском матче 8 февраля этого года. Вот я думаю, что будет тотал небольшой здесь. Небольшой тотал. Тотал 3,5 меньше я бы заиграл. И Динамо Киев не проиграет. И Динамо Киев это устроит, потому что в последней игре Динамо Киев будет играть дома. Сейчас мы высчитаем с кем. С Лугана, который идет на последний месте. И это Луган, оно, конечно, порвет. Так вот, прямой конкурент за второе место, это Мальмю. Именно у Мальмю и нужно отбирать очки. Вот в чем дело. Это принципиальнейшая игра. Динамо Киев принципиальные матчи вытаскивает на зубах. Просто на зубах. Если судья не напортачат, если там какой-то левый пенальти не поставят в ворота Динамо Киев, Динамо Киев умрет, но не проиграет. Здесь очень маленькая результативность у всех команд. Копенгаген 4-3, Динамо Киев 3-2, Мальмю 3-3, Луган 1-3. Здесь, вот видите, я правильно говорю, что в этой группе очень мало, очень мало голов. Тотал 3,5 меньше, Динамо Киев не проиграет. Хотите, скажу, какой коэффициент будет. Больше, меньше. 3,5 меньше. Сейчас телефон у меня выключится. Ну, 1,18. Ну, возьмите 3 меньше за 1,30. Вот. Может быть, 2,1 там. То, что... Значит, кто выиграет? На Динамо Киев дают 2,50. Соответственно, двойной шанс Динамо Киев там будет минимум 1,50. То, что не проиграет. То есть, тут как бы мнения букмекеров разошлись. Ребят, все, я больше не буду лезть. Вот тут еще куча матчей. Их завтра 16 матчей. Я разобрал. Я считаю, нормальное количество матчей вполне, да. Вот. И кто будет брать ставка тура, да. Если кто-то букмекер будет предлагать. В 16 матчах 0-0, 2-2, 3-2. Берите вот эти ставки. Я сегодня поставил. Что-то будет 2-2 или 3-2. Вот вводим из матчей, да. Такие, как правило, проходят. И так вот еще немножко пробегусь. Вот на скидочку. Лацио Клуш. Мне очень нравится здесь двойной шанс на Клуш. Я просто тоже открою этот матч. Я слежу за Клушем, потому что Петреевску тренируют. Клуш очень так серьезный такой соперник. Он со всеми сопротивляется, бодается. Они идут на втором месте. 9 очков. Лацио имеет 3 очка на третьем месте. И дело в том, что Клуш в последней игре будет играть дома. Где у нас Селтик? Он будет играть с Селтиком. Селтик идет на первом месте. Вот Селтик завтра обыграет Рен. Рену ничего не надо. Смотрите, расклад такой. Завтра, скорее всего, Лацу выиграет у Клужа. Потому что Клуж уже как бы он себе практически обеспечил. И у Клужа остается 9 очков. У Лацу остается 6 очков. Ничего не нужно Клужу. Лацу набирает 6 очков. И через 2 недели спокойно Клуж дома, в Румынии, в Бухаресте, при переполненном стадионе Мничеушеску, обыгрывает этот несчастный Рен. И все. И набирает свои 12 очков. И выходит в Лигу Европы. А Рену что ему? Если бы ему что-то нужно было, он бы давно уже не с одним очком здесь был. Понимаете, такая группа Селтик, Клуж, Лацу и Рен. Вот вывеска, да? И казалось бы, выходят Селтик и Клуж. Кто бы ему подумал, в Шотландии Румынии выходят. А Италии и Франции не выходят. Вот что такое Лига Европы. Это очень сложный, на самом деле, турнир для прогнозирования. Поэтому Лацу может выиграть. Смотрим, какой коэффициент. Хотя им ни хрена не надо. Ну и, соответственно, и букмекеры тоже самое. 1,70. Лацу выиграет. Ну и берем Лацу победы и даже голову себе не морочим. Румын, они не такие дураки. А зачем им сопротивляться? Вот поэтому Селтик-Рен тоже можно взять. Селтик победы над Реном. Если Рен уже забил, хрен на это. Рен забил хрен. Ну, это тоже такое непредсказуемо, что... Вот они раньше встречались. Вот 1-1, 0-0, 2-0, 3-1 Селтик. Ну, у Селтика преимущество. Вот они ни разу не проиграли Рену. И вот пару раз сыграли 1-1 в Лиге Европы. Вот в 2011 году. Вот так у Селтика преимущество. Здесь у Селтика преимущество. Просто реально преимущество. Они играют дома. Мы знаем, как шотландцы играют дома. Просто победа Селтика за 1-50. Ребят, ну, я думаю, что я нормально где-то сегодня матчи 8 разобрал для вас. Вот. И очень благодарен тем, кто на меня подписывается, кто вступает в группу. Сегодня в группу добавилось 2 человека. Заплатили по 200 рублей. Большое спасибо. Они теперь у нас в нашей группе. Смотрят наши прогнозы. Очень много в Лаве мы даем экспрессов. Разных платных, бесплатных. Есть за деньги, есть без денег. Есть угловые, есть желтые карточки. Все, что программа дает, мы, наш Руслан, все выкидывают. У нас есть такой админ компьютерщик, который, админ нашей группы в том числе. Он все это выкладывает. И, в принципе, там нормальная проходимость. Если так именно ставить все время, то не просто взял одну ставку, поставил, а она не зашла. Их надо ставить все как бы ровным таким слоем, как в казино. Накрываем стол потихонечку, постепенно. И таким образом будет результат. Небольшое напутствие. Поменьше берем ОЗ, не берем экспрессы, поменьше берем российские команды, поменьше берем балканские команды. Никогда не клюем на вывеску, типа, Арсенал Айнтрахт, знаете, 2,5 больше или 3,5 больше. В футболе все бывает. Всегда нужно смотреть, вот так, как я, мотивацию, таблицу, кто идет по трассе, с кем следующая игра, как они играли раньше, кому что нужно, какая форма, какая идет у них серия, затяжная, значит, провал, или, значит, они на подъеме сейчас. Это все нужно учитывать. Я все это делаю при вас. Я думаю, что я единственный в своем роде аналитик, который разбирает матчи в прямом эфире. Очень подробно я вам все рассказываю. Технологии. Как я это делаю? Ничего от вас не скрываю. Поэтому все, что я хочу от вас, это, я чуть не сказал денег, нет, лайк, подписка, делитесь с друзьями, ставьте мои ставки и выигрывайте. У меня очень много ставок заходит. И, естественно, делитесь радостью. Если кому не жалко, да, люди, я знаю, что грузят по 5 тысяч, по 10 тысяч, да, ну, выиграли там тыченку, пришлите, почему бы нет, да. Напишите, кто что, я там передам привет. Сегодня вот Игорь из Питера передал привет, Саша из Москвы, да. Вот, поэтому дело такое, как сказать, ставки, дело это очень серьезное. Подходить надо очень серьезно к нему. Не так с бухты барахты пришел, включил банкомат. А, вот я сейчас, эти сейчас выигрывают? Нет, 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 нет. Надо посидеть, подумать, посмотреть. Пока вы думаете эту ставку там взять или не взять, они уже забили, понимаете. В догонку не надо ничего делать. Так, очень много видео я записываю. Каждый день по 2, по 3, по 4, да. Завтра, наверное, будет баскетбол. И уже следующий матч. Уже завтра я начну записывать видео на субботу, воскресенье на ведущие чемпионаты Европы. Я буду брать, сразу скажу, топовые клубы европейские. Те, которые вышли сейчас из Лиги Европы и Лиги чемпионов. И я буду брать ставки на эти команды. То есть Бавария, Боруссия, Ювентус, Реал Мадрид, ПСЖ. И, скорее всего, будет это одно большое видео минут на 40. Ребят, всем удачи, спокойной ночи. Ребят, всем удачи.